Здравствуйте и добро пожаловать в лекцию номер 7 курса программирования на JavaScript. Это заключительная лекция нашего небольшого курса, что, наверное, печально. С одной стороны, с другой стороны, завершение любого курса означает скоро начало нового. Так что в целом это хорошая новость. Сегодня мы поговорим о нескольких нюансах, о которых мы не успели поговорить за предыдущие шесть лекций. Однако мы все еще не успеем покрыть абсолютно всех нюансов этого языка, потому что, ну, их очень много. После этого мы рассмотрим коротко в обзорном порядке те направления, в которых вы можете продолжить свое движение. Иными словами, что делать дальше с этими знаниями. Ну и в конце мы поговорим, точнее мы расскажем вам, я расскажу вам о нескольких ссылках, книгах, рекомендациях. Ну и мы попрощаемся с вами. Окей, давайте перейдем к первому нюансу. В одной из лекций, по-моему, в первой я заикался о том, что JavaScript пытается помочь программисту, который забывает ставить точки с запятой в конце строк. И он ставит точку с запятой там, где считает нужным. И в большинстве случаев, ну, во многих случаях это не так уж и плохо. Ну, я забыл поставить точку с запятой, она там появилась. Однако бывают случаи, когда точка с запятой ставится там, где мы не хотели ее видеть. Но она все равно ставится. И вот простой пример. Это окончание функции, которая якобы возвращает объект с вот таким полем. И единственная здесь разница в том, что мы начинаем декларацию этого объекта на следующей строке после ретерна. И как вы понимаете, не увидев здесь точки с запятой, JavaScript ее сюда поставит. И мы получим вот такой код, return, а потом просто какой-то не к месту лежащий объект. В итоге эта строка вообще, вот эти строки вообще не будут выполнены, потому что функция завершится здесь, она вернется, и она вернет нам undefined вместо этого объекта. Потому что когда return идет без значения, мы получаем undefined. Это, естественно, не то, чего вы хотели. Так что самым очевидным решением будет взять себе за правило ставить открывающие фигурные скобки всегда на одной строке с ретерном и стараться везде ставить точки с запятой там, где они должны быть, чтобы не позволять JavaScript как-то изменить ваш код, потому что это очень сложно впоследствии находить и отлаживать. Следующий нюанс, о котором стоило поговорить, наверное, в самой первой лекции, в самом начале, Дело в том, что в JavaScript, как и во многих языках, есть специальный оператор для сравнения. Вот он, два знака равно, и его антоним, восклицательный знак и знак равно, означающий неравенство. И он возвращает true или false в зависимости от того, значения слева и справа одинаковые или неодинаковые. Однако ведет он себя, в отличие от этого же оператора в других языках, не совсем очевидно. И давайте сразу посмотрим на примеры и на то, что же делать с этой неочевидностью, с этой проблемой. Давайте мы сначала сравним то, что мы ожидаем, должно быть равное. Мы сравним две строки с одинаковым содержанием и, конечно же, получим true. JavaScript считает их одинаковыми, и я тоже. Давайте сравним строку, в которой находится цифра 0, с пустой строкой. Конечно же, мы получим false. Они неравны. В этой строке что-то есть, в этой строке ничего нет, они разные. Давайте сравним число 0 и пустую строку. Мы получим true. True мы получим, потому что JavaScript считает, что они равны, потому что, когда мы даем JavaScript вещи, которые невозможно сравнить, допустим, строки со строками мы сравнивать можем, а число со строкой сравнивать тяжело. Но JavaScript тут опять пытается поумничать и пытается привести оба значения к какому-то одному типу, к какому-то типу, который можно будет сравнивать сам с собой. И приведя эти оба значения к какому-то типу, он получает слева и справа одинаковое значение и, естественно, возвращает нам true. Чаще всего это не то, чего мы хотим. Чаще всего, когда я сравниваю 0 и пустую строку, я хочу понять, что это не одно и то же, что это совершенно разные вещи. Еще несколько неочевидных примеров. Сравним false как значение с false как строкой. Естественно, мы получим false. Ну, это ведь разные вещи. Сравним false как значение с другой строкой, в которой, ну, пусть будет цифра 0, и мы получим true. Опять же, этот 0 превратился в false, и слева и справа получился false, и JavaScript читает, окей, они одинаковые. Давайте посмотрим на false и undefined. Это разные вещи. Посмотрим на false и null. Это, естественно, разные вещи. Однако null и undefined почему-то, с точки зрения JavaScript, являются одинаковыми. И, а, можно запомнить и долго вспоминать и ругаться на эти правила приведения типов, а можно просто никогда не использовать оператор вот такой, оператор сравнения, а использовать вместо него оператор точного сравнения, всего лишь добавив еще один символ равно, и, соответственно, оператор неравенства, это восклицательный знак и два равно. Во всех этих примерах, ну, кроме первого, тест на самом деле равен тесту, во всех следующих примерах оператор точного сравнения вернет false. False, что там у нас было? Null и undefined — это разные вещи. Еще одна проблема с обычным таким оператором сравнения в том, что он не транзитивен. Если a равно b, а b равно c, то очевидно подумать, что a равно c. В математике это так. Так, давайте попробуем следующее. Делаем var a равно new string. С помощью конструктора мы создадим строку test. Var b будет равна такой же строке, но созданная с помощью литерала, и var c будет равно тому же, что a. С помощью конструктора создадим строку с содержанием test. Если мы просто заглянем вовнутрь, то мы увидим, что они разные, и очевидно будет подумать, что a и c одинаковые, ну, потому что мы их абсолютно одинаково создали, а a и b, и b и c, соответственно, будут разными. Однако, опять же, неочевидный оператор сравнения скажет нам, что a и b одинаковые, b и c одинаковые, а a и c разные. И это последнее сравнение, наверное, самое очевидное, с точки зрения объектов. a и c, хоть и имеют одинаковое содержание, являются разными объектами. Они физически находятся в разных местах в памяти, они физически отдельно создавались, и это разные объекты, несмотря на то, что внутри них, по счастливому стечению обстоятельств, одни и те же символы. Окей. Вывод из всего этого. Используйте только оператор точного сравнения. Следующий нюанс. В одной из лекций, по-моему, мы находились вот так вот в глобальной области видимости. Я сказал, мы создаем новую переменную x, но, в принципе, можно var не писать. Я сказал, что это опционально. И с точки зрения того, что было дальше в этой лекции, того, что было в этой программе, которую мы писали на тот момент, на самом деле это было равнозначно. Мы могли сказать var x равно 10 или x равно 10. Выполнение программы не изменилось бы. Однако это разные вещи. И вот в чем отличие. Единственный способ задекларировать переменную в JavaScript это использовать var. Var задекларирует переменную в том месте, где вы находитесь. Под местом я подразумеваю область видимости. И напомню, в JavaScript существует только один способ создать локальную область видимости. Область видимости, отличную от глобальной, от той, где мы сейчас вот с вами находимся. Это функция. Ну или замыкание, что есть функция. В отличие от C или C++ или Java, где каждый вот такой блок создает новую локальную область видимости. И каждый раз, когда вы создаете цикл, то внутри этого цикла все переменные также будут локальными. В JavaScript это не так. Из-за этого получается множество ошибок у неподготовленного программиста, который во всех своих циклах использует одни и те же переменные i и k. И оказывается, что все это на самом деле одна и та же переменная, потому что каждый раз, когда он создавал цикл, эта переменная использовалась заново каждый раз. Он не создавал новую переменную в каждом цикле. Так вот, с помощью var мы создаем новую переменную в глобальной области видимости или в локальной, если мы в этот момент находимся в функции. И это то, что очевидно ожидать от языка программирования. Если мы создаем переменную, и мы находимся в какой-то области видимости, то она там и должна находиться. Находясь в глобальной области видимости, если мы создаем переменную x и задаем им значение 10, то да, мы создали переменную, потому что мы делали var. Да, эта переменная находится в глобальной области видимости, но на данный момент она является свойством глобального объекта. Я могу обратиться к этому свойству с помощью this x, и я получу значение. С точки зрения программы нет никакой разницы. Если бы я сделал следующее. Если бы я сделал z равно 12 без var, то я сразу бы задал свойство глобального объекта, и свойство это называется z, и я бы ему задал значение 12. Так вот, с точки зрения программы, с точки зрения кода, который идет дальше, в большинстве случаев не будет никакой разницы. Так или иначе, у нас есть x, у нас есть z, оба мы можем их изменять, и несмотря на то, что z это не переменная, это свойство глобального объекта, мы можем его изменять так же, как любое другое свойство в любом другом объекте. x на данный момент тоже свойство, однако x была создана как переменная. Так вот, если в глобальном объекте, в принципе, нет большой разницы, за исключением пары нюансов, о которых мы поговорим чуть позже, когда мы работаем в глобальном объекте, разница... Черт, что со мной, извиняюсь. Когда мы работаем в локальной области видимости, в функции, то разница есть. И давайте посмотрим на простой пример. Я создам для удобства новую переменную h, и задам ей значение 1. Теперь я создам функцию. Эта функция сделает h равно 10 и вернет эту h. Опс, извиняюсь. Конечно же, нужно было в функции задать какое-то имя. Тест. Теперь у нас есть функция test, и в ней мы задаем свойство h равно 10. И помните, я сказал, когда мы делаем вот это без вара, то мы задаем свойство глобального объекта. На этот момент у нас уже есть свойство глобального объекта под названием h, потому что у нас есть переменная h, и мы можем сказать h равно 1, или this h равно 1. Как только мы запустим функцию test, она нам вернет 10, потому что она нам возвращает h. Однако эта строка изменит наш глобальный h, и он тоже станет равен 10. И чаще всего это не то, чего вы хотите. Чаще всего, когда вы задаете что-то в функции, то вы ожидаете, что оно там останется. Ну, потому что вы привыкли, что функция — это своя локальная область видимости. Поэтому давайте это перепишем. Снова сделаем h равно 1. И в функции добавим var. var изменит эту строчку и будет создавать новую переменную h в локальной области видимости этой функции, функции test. И теперь, когда мы запустим тест, то мы получим тот же результат, потому что мы возвращаем то же значение. Однако локальный h не изменится. Локальный h останется единичкой. И так же, как с оператором сравнения, вам в любом случае понадобится это знание, особенно если вы будете работать с чужим кодом. Однако, если вы пишете свой код с нуля и у вас есть возможность писать так, как захотите, то еще одно правило, которое стоит взять себе на вооружение — всегда используйте var. Довольно сложно, возможно, но довольно сложно придумать пример, когда вы обязаны, когда у вас нет иного выбора, кроме как не использовать var. Окей. Ну и следующий нюанс. По-моему, предпоследний. Это eval. В JavaScript есть специальная функция. Называется она eval от слова evaluate. И она принимает строку. И в этой строке может находиться код. Код на JavaScript. То есть прямо здесь вы можете написать что-нибудь вроде var.h равно 10. И эта строка будет исполнена. И вроде бы в этом нет ничего плохого, но с этим есть проблема. Во-первых, тут сразу можно подумать о том, что это возможность для введения какого-то вредоносного кода в вашу программу. Все, что вам нужно, это найти переменную, которая попадает в eval в качестве аргумента, и в эту переменную написать какой-то вредоносный код, и он будет исполнен. Проблема у eval первая и основная в том, что она ведет себя, опять же, как многие вещи в JavaScript, очень неочевидно. По умолчанию, когда вы вызываете eval, то этот код исполняется в локальной области видимости. Вот сейчас он исполнился в том месте, где мы находились. Он исполнился в глобальном объекте. Однако, если мы были бы в функции, то eval исполнился бы внутри этой функции, что очень логично. Мы там этот eval пишем, там он и будет исполняться. Однако его можно обмануть и заставить, несмотря на то, что мы находимся в функции, исполнить этот код в глобальном объекте. И давайте посмотрим на простой пример. Я создам, опять задам переменную x и напишу в нее единичку. Теперь я создам функцию test и в ней создам локальную для этой функции x. Она будет равна единичке. Запущу eval и в eval напишу x равно 3. И верну x. Теперь x у нас все еще единичка. Это наш глобальный x. x в глобальном объекте. Если я запущу тест, то получу в ответ 3, потому что мы создали функцию новую, локальную для функции переменной. Задали ей значение 3 с помощью eval. Эту строку можно было бы переписать просто. x равно 3. И x был бы… мы бы использовали вот этот x. И потом мы вернули этот x, а тот x, который находится снаружи, вот этот x все еще равен единице. И здесь все отлично. Но давайте теперь обманем eval. x у нас все еще равен единице. И мы перепишем функцию test следующим образом. Я сделаю var x равно 1. Однако eval я запущу с другим именем. Я просто создам новую переменную, которая будет называться evil, и скажу, что она равна eval. И теперь запущу evil с тем же самым кодом. x равно 3. И верну x. Теперь у нас x глобально равен единице. Однако мы запустим тест и получим единицу. Потому что здесь мы создали переменную x, она равна единице. После этого мы запустили eval, который назвали иначе. И так как мы запустили eval не с его оригинальным именем eval, а с этим измененным именем evil, то по какой-то неведомой причине этот код запустился в глобальном объекте. То есть этот код, грубо говоря, запустился вне функции. Дальше мы вернули x, который вот здесь находится. Мы вернули локальный для этой функции x. Он равен единице. Однако глобальный x теперь равен 3. Мы его изменили, несмотря на то, что находились в локальной области видимости. И из этого может вылезти очень много проблем. И очень сложно, опять же, придумать пример, когда eval обязателен, когда без него не обойтись. Эти примеры существуют, особенно когда вы передаете какой-то код с одного компьютера на другой. Но если вы дошли до этого момента, то, скорее всего, у вас уже не должны быть проблемы. Так что все на вашей совести. Но, опять же, можно взять себе за правило не используйте eval. Итак, четыре правила, которые в большинстве случаев стоит помнить. Не ставьте открывающую фигурную скобку на новой строке и ставьте точку запятой везде, где она должна стоять. Всегда используйте оператор точного сравнения и его антоним оператор точного сравнения неравенства. Всегда используйте var, всегда задавайте свои переменные и не используйте eval. Окей. В первой лекции, когда я показывал вещи, с которыми нам предстоит столкнуться, я показывал такую вот очень длинную строчку, состоящую из каких-то символов, которые, на самом деле, вот если увеличить, это фигурные скобки, точнее, фигурные, а квадратные скобки, знаки плюс и знаки умножить. И что же это? Что же это такое? Что это за страх? Давайте вернемся к нашей консоли. Помните, я говорил о приведении типов? Помните, когда мы говорили о операторе плюс для конкатенации строк? Там происходило приведение типов по особой, опять же, логике. Посмотрим на пустой массив. Такой пустой массив, он, естественно, пустой массив. Если мы его сложим с еще одним пустым массивом, то получим не очень очевидно, но пустую строку. Тут, опять же, произошло некое изменение. И суть в том, что по спецификации JavaScript мы получили в результате этой операции пустую строку. Пустая строка, если мы ее сравним этим неявным оператором, идентично фолсу. То есть пустая строка с точки зрения JavaScript это одно и то же, что и фолс. У нас есть специальная штука для инвертации булевого значения. Это восклицательный знак. Мы можем сказать, восклицательный знак фолс, это будет true. Соответственно, восклицательный знак пустая строка, это true. Ну и, соответственно, восклицательный знак и вот это, это тоже true. Чувствуете, к чему я уклоню? Мы можем как минимум получать числа с помощью вот таких нехитрых операций. Числа мы можем получать следующим образом. Есть оператор плюс, который превращает булевое значение в соответствующее число. То есть плюс true превратится в один, а плюс false превратится в ноль. Итак, мы можем сделать плюс false. Получим ноль. Мы можем инвертировать это значение Упс, извиняюсь. В true. Было false. С восклицательным знаком стало true. И это true, если мы впереди поставим еще один плюсик, превратится в единичку. В итоге у нас есть способ задать ноль и есть способ задать единичку. И это уже можно использовать, чтобы, например, обратиться к какому-то элементу массива. Так вот, мы можем сделать следующее. Можем задать, получить строчку false. Вот так вот. И получив эту строчку, мы можем у нее обратиться к какому-то элементу, как если бы это был массив. И у false вторая буква по счету, то есть по индексу 1, это буква A. Поэтому если я здесь начну открывать квадратные скобки и напишу тот код, который соответствует единичке, вот мы его выше писали, то я получу букву A. И это совершенно валидный JavaScript. Это никакой не хак, это не задокументированная функция, это то, как работает JavaScript. К сожалению, а может быть к счастью, поэтому в какой-то момент люди начали делать вот подобные штуки. Тут закодированы все латинские буквы, тут, соответственно, они в аппаркейсе. И таким образом можно закодировать целый текст. И вот то, что у нас было здесь, это текст, который можно... Да, с удовольствием не получится скопировать, но попробуйте просто скопировать этот текст. Ага, удалось. Он очень длинный. И он интерпретируется вот в такую строчку. В принципе, можно это использовать как способ зашифровывать строки. Такая защита от дурака не очень надежная, но прикольная. Окей. Неочевидно. Ну что, посмотрим, что же мы изучили за последние семь или шесть с половиной лекций. Мы начали с чисел и преобразования чисел. Немного поговорили про амбитовые операции. Потом перешли к строкам и, наконец, к объектам. Потом перешли к самому замечательному, что есть в этом языке, к функциям и замыканиям. Потом изучили наследование, массивы и регулярные выражения. Это самые основы JavaScript. И, как я сказал, осталась еще куча нюансов, которые, ну, как вы видели, в JavaScript очень много нюансов просто изначально. И на всех них нам не хватило этих семи лекций, к сожалению. Но с этим базовым набором у вас уже достаточно знаний, чтобы изучить их самостоятельно, как просто так, так и в каком-то практическом проекте. Что же дальше? Ну, когда мы говорим JavaScript, чаще всего мы имеем в виду клиент. Чаще всего мы имеем в виду браузер. JavaScript — это язык браузера. Несмотря на то, что это полноценный язык, который можно использовать где угодно, в большинстве случаев он используется в браузерах. И очевидно, что для работы с браузером создано очень много кода. Перед тем, как мы перейдем к этому коду, стоит рассмотреть две вещи, которые одна напрямую связана с браузером, другая не совсем связана с браузером, но стоило ее отдельно обсудить. Это JSON. JSON — это JavaScript Object Notation. Это специальный формат данных, человека читаемый, очень понятный людям. Формат сохранения и передачи объектов JavaScript. Он и выглядит как объект. Он выглядит как объект со свойствами, где свойство может быть еще одним объектом, или свойство может быть массивом. И формат этот сделан для того, чтобы мы могли передавать данные между компьютерами от JavaScript к JavaScript 2. Изначально было сделано для этого, однако сейчас это формат данных, который используется не только в языке JavaScript, просто потому что он очень удобно читаемый, очень удобный и логичный. Он сделан в контраст XML, с которым еще нужно попариться, чтобы его пропарсить. Здесь же все понятно человеку и очень легко распарсить всю эту информацию. Вторая штука, которая связана с браузерами, это технология AJAX. Это никакая единая технология, это не какая-то библиотека, это просто набор техник. И проще всего понять AJAX, наверное, на этом комиксе. И вы сталкивались с AJAX, каждый день сталкиваетесь, я думаю, на современных веб-сайтах он используется повсеместно. AJAX — это способ загрузки каких-то данных без полной перезагрузки страницы. Например, когда вы нажимаете лайк какого-нибудь Facebook, то данные отправляются, и данные получаются обратно. Что-то происходит, однако со страницей ничего не происходит. Страница из-за этого не перезагружается, несмотря на то, что вы отправили какой-то запрос и получили какой-то ответ. Можно вспомнить еще лет 10 назад, такого почти нигде и никогда не было. Любое нажатие кнопки, любое добавление комментариев или чего угодно перезагружало страницу, это было очевидно и казалось незыблемым. Для AJAX, естественно, создано множество, написано множество кода, и вам не обязательно писать все с нуля, но, в принципе, там ничего сложного нет, и если вы прошли этот курс, то для вас не составит труда за вечер понять, как работает AJAX. Окей. Самым, наверное, популярным, что сделано для JavaScript, во всяком случае, еще пару лет назад, наверное, можно было так сказать, это jQuery. Это большая библиотека для работы с страницами. Все, что вы можете себе представить от простой работы со строками, заканчивая анимацией, перезагрузкой, эффектами и так далее, есть в jQuery. И jQuery, с точки зрения кода, наверное, не самый красивый JavaScript, однако его большой плюс в том, что за ним огромная комьюнити, и любые проблемы, которые могут у вас возникнуть, скорее всего, уже решены, и легко гуглиться. Так что jQuery — это тот пример, когда комьюнити очень сильно спасает какие-то несовершенства кода. jQuery — это просто библиотека, да, она подходит для большинства задач, для многих задач, однако если вы создаете какое-то сложное, сколько-нибудь сложное приложение в браузере, веб-приложение, то в какой-то момент вы задумаетесь о полноценном MVC-фреймворке или MV-что-то фреймворке. И самым популярным является Backbone, он довольно легковесный, и с ним многие начинают. Ember.js и Angular.js намного более массивные. Angular.js нравится, наверное, большинству людей, которых я спрашивал по поводу MVC-фреймворков на JavaScript. Ну, еще несколько других фреймворков можно посмотреть на вот этом замечательном сайте todomvc.com. Это сайт, где собраны, наверное, все самые популярные фреймворки и библиотеки, и на всех них написано одно и то же приложение. И вы можете посмотреть на то, как оно написано на разных фреймворках, чтобы сравнить, собственно, их работу на одном конкретном примере. Клевый сайт. Не совсем очевидно для многих, но JavaScript работает и на сервере. JavaScript — это язык, поэтому ничего не мешало сделать какие-то платформы, какие-то среды для запуска JavaScript кода не только в браузере, но и просто на локальном компьютере, в том числе на сервере. Самым, наверное, очевидным синонимом JavaScript на сервере является Node.js. Node.js — это не библиотеки, это скорее просто платформа, это среда запуска JavaScript программ на локальном компьютере. И она не ограничивает вас в написании веб-приложения, она не создана только для серверов, однако используется она чаще всего для серверов, потому что в комплекте, несмотря на то, что это довольно фундаментальная штука, она работает с файлами, с вводом-выводом, по умолчанию из коробки с ней идут несколько модулей для создания, для быстрого развертывания HTTP, FTP и других серверов. И буквально в третьей строки можно написать простой HTTP сервер на Node.js. Если вы хотите узнать о нем чуть больше, то в интернете очень много информации, или же можете посмотреть мою открытую лекцию, которую я публиковал уже в рамках этого курса FullStackJavaScript, в которой я рассказываю в том числе про Node.js и показываю небольшой пример и рассказываю о том фундаментальном отличии Node.js от других серверных решений. Еще одна штука, которая может прийти на ум, когда вы слышите JavaScript на сервере, это MongoDB, это хранилище, база данных. Она не написана на JavaScript, она не использует JavaScript напрямую, однако тот формат данных, в котором MongoDB хранит информацию, это почти JSON. Это BSON, где вместо JavaScript B это binary, это просто двоичный JSON. Но с точки зрения программиста, если вы работаете на сервере, скажем, с Node.js и MongoDB, то у вас упрощается коммуникация между базой и бэкэндом, потому что между ними ходит обычный JSON. И если на клиенте у вас тоже каком-нибудь MVC фреймворк, то от базы до клиента теоретически может идти один и тот же объект, не изменяясь, обычный JSON. Опять же, я чуть подробнее об этом рассказываю и показываю в этой лекции. Посмотрите ее. Несколько книг. Та книга, которую мы активно использовали в этом курсе, как минимум содержание, порядок содержания этого курса соответствует книге Дугласа Крофорда JavaScript the Good Parts или JavaScript сильные стороны на русском языке. Другая очень хорошая книга, к тому же бесплатная, это Eloquent JavaScript. И я не уверен насчет перевода на русский, но думаю, он тоже есть. Когда вы окончательно почувствуете себя комфортно в JavaScript, начнете писать какие-то программы, то вас, возможно, я надеюсь, заинтересуют расхожие популярные решения, какая-то структура и паттерны в JavaScript, которые исторически и методом проб и ошибок оказались лучшими. И этому посвящена книга JavaScript Patterns. И как только вы начнете работать JavaScript с этим языком в команде или работать с чужим кодом или работать с кодом, который впоследствии передастся к какому-то другому разработчику, то вы задумаетесь о том, как писать такой код на JavaScript, который будет легко поддерживать. И этому посвящена очень хорошая книга Maintainable JavaScript. И по ссылке ниже jsbooks.revalu.net.com вы можете найти еще несколько довольно хороших книг по JavaScript. Несколько ссылок. Самые сложные и неочевидные моменты JavaScript описаны в клевом проекте JavaScript Garden. И там есть несколько языков, русские в том числе. Этот сайт не научит вас JavaScript, но он объяснит многие неочевидные вещи. выступление Дугласа Крохворда, автора той книги, которая была в списке первой, это замечательный источник как минимум вдохновения. Этот человек на самом деле любит JavaScript, любит о нем рассказывать и не скрывает никаких минусов этого языка. И страшные вещи в этом языке он называет страшными. Так что, несмотря на то, что это большой евангелист JavaScript, он откровенен. и видно, что этот человек на самом деле любит этот язык. На этом сайте можно посмотреть сборник отличных рекомендаций по стилю. Там есть как рекомендации с точки зрения поддержки кода, просто код, который будет легко и понятно читать другому программисту, так и рекомендации, которые избавляют вас от ошибок. Как, например, вот эти вот висячие скобки и вставка точки с запятой, которая результирует в непонятный исход. Там же внизу есть еще несколько ссылок и книг. Ну и очень большой сборник ресурсов, книг, ссылок, блокпостов, объяснений и так далее. Это superherogs.com. Ну что ж, закончить хочется цитатой Маркуса Персона. JavaScript для программирования это как джаз для музыки. Я думаю, вы согласитесь, вся экспрессивная сила JavaScript со всеми ее неровностями, можно сказать, синкопой и непонятностями, это все равно прекрасный язык. И я надеюсь, вы насладились им, так как я наслаждаюсь им. Маркус Персон, кстати, это чувак, написавший Minecraft. Ну что ж, до свидания. Спасибо, надеюсь, вам понравилось. Спасибо. 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 Спасибо.